Тогда мы приветствуем Широву Дарью, которая является заместителем руководителя отдела инновационных технологий научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы, и Викторию Зинченко, которая работает начальником сектора клинических и технических испытаний того же самого центра, если я не ошибаюсь. И они нам сегодня расскажут про техническое регулирование и тестирование медицинских изделий с применением искусственного интеллекта в национальном здравоохранении. Дарья, передаю вам тогда слово. Если у вас есть презентация, прошу пошарить. Давайте. Все, извините за некую задержку. Меня уже представили. Также я играю с ответственным секретарем под комитетом 01, но об этом расскажу. Дальше. Прежде всего, кратко хочу рассказать, зачем, в принципе, нужны стандарты. Стандарт облегчает проведение технологических изменений. Экономическая отдача от вложения стандарта имеет деловой смысл на макро- и микроэкономических уровнях. Выводы сделаны во всех международных исследованиях. Кто разрабатывает стандарты, тот управляет рынком. Стандарты – ключевой двигатель экономического роста. Стандарты содействуют внедрению инноваций и новых технологий, а также продвижению товаров и услуг. Ну и, естественно, стандарты – это необходимый элемент конкурентоспособности продукции на рынке. Теперь основные направления развития стандартизации искусственного интеллекта в Российской Федерации. Непосредственно чем мы и занимаемся – это разработка и утверждение основополагающих стандартов, обеспечение применения стандартов на этапе регистрации медицинских изделий, в том числе в рамках ЕАЭС, разработка метрологических стандартов, определение базовых требований к наборам данных и утверждение рекомендуемого списка метод данных, также развитие международной стандартизации в области искусственного интеллекта и кровоохранения, определение правил технического регулирования на этапе пострегистрационного мониторинга и разработка требований к обеспечению качества и безопасности систем. Медицинские изделия с применением технологии искусственного интеллекта. Такие изделия находятся в медицине в зоне строгого контора. Требуется активное вмешательство регулирующих органов для оказания высококачественной, эффективной и, главное, безопасной медицинской помощи. Перед нами стоят три вопроса. Первый – это что регулировать? Определить, какое именно программное обеспечение на основе искусственного интеллекта относится к медизделиям. В Российской Федерации это уже выполнено, и такие медизделия включены в номенклатуру. Дальше как регулировать? Классифицировать в зависимости от уровня риска. Соответственно, в Российской Федерации таким медицинским изделием с искусственным интеллектом предусвоен третий класс. Это с самой высокой степенью риска. Но об этом далее подробно расскажет моя коллега Виктория, раскроет более эту тему. Ну и, соответственно, какие инструменты для регулирования? Это разработка единых процедур, которые устанавливают требования к системе контроля качества, клинической оценки и пострегистрационному мониторингу. В 2019 году создан подкомитет 01 искусственный интеллект здравоохранения на базе технического комитета 164 искусственный интеллект, который является зеркальным к международному комитету СЦ-42. На данном слайде представлена структура подкомитета. Соответственно, здесь видно, что подкомитет многогранен. У нас есть как представители госструктур, в том числе и Минздрава, Росздравнадзора и также представители бизнеса, ведущие игроки на нашем рынке. Основные направления деятельности подкомитета – это формирование программы, разработки нацстандартов, рассмотрение предложений, проведение научно-технической, правовой и нормативной экспертизы стандартов. Но также, как я уже говорил ранее, это участие в международной стандартизации, Далее, предложения, которые были направлены в Минздрав России, Росстандарта по перспективной программе до 2027 года. Она включает в себя 43 стандарта, которые разделены по блокам. На данном слайде представлены стандарты, которые уже сейчас, в скором ревионе, будут утверждены в Российской Федерации. Это первые стандарты, аналогов их в мире не существует, и они охватывают все этапы жизненного цикла программного обеспечения, которые являются медицинским изделием. То есть это разработка, регистрация, сертификация и уже практическое применение. Также нами под комитетом в октябре 2020 года на пленарной сессии совместной ISO и MAC, это JTC-1, было внесено предложение о разработке нового стандарта, который будет контролировать клинические испытания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Соответственно, наше предложение было включено в пленарную сессию, и все лидеры, полноправные члены ISO и MAC поддержали нашу инициативу. И на данном этапе уже мы создаем рабочую группу и распределяем по комитетам, кто за какой раздел будет отвечать. То есть это более семи комитетов будут участвовать в этом. Здесь представлена структура данного документа, но это еще драфт, и, соответственно, он будет переработан. Тут представлена организация рабочих групп, которая вот как раз таки участвует непосредственно по нашему международному стандарте. То есть это все отраслевые комитеты. Собственно, я передаю на данном этапе, мое выступление закончено, благодарю за внимание, и передаю слово своей коллеге Виктории Зинчевне. Да, добрый день. Коллеги, сейчас продолжу тогда выступление Дарьи. У меня более узкая тема. Это конкретно тестирование медизделий с применением технологии искусственного интеллекта применительно к национальному здравоохранению. На данный момент медицинское программное обеспечение с искусственным интеллектом относится к третьему классу риска. Поэтому требуется проведение как технических, так и клинических испытаний, хоть это одноэтапное прохождение, и дальнейшее проведение экспертизы регулирующим органам. Национальная система регистрации работает до конца этого года. Слева на слайде представлены основные приказы и постановления, которые работают сейчас. В дальнейшем система регистрации будет осуществляться по правилам ЕАЭК, и, соответственно, разработаны и уже внедрены решения. Ими уже пользуются и регистрируют медицинское программное обеспечение также, но со следующего года будет только по данным нормативно-правовым актам. В чем состоит, собственно, на данный момент не только, наверное, в Российской Федерации, но на мировом уровне проблематика вопроса проведения испытаний для подобных систем с искусственным интеллектом, программного обеспечения? Это то, что не разработан единый технически нормативный регуляторный подход. Как говорят в России, он достаточно строгий, наоборот, за рубежом, в тех же Соединенных Штатах Америки, он, наоборот, слишком лояльный для медицинских продуктов подобных, что приводит к какой-то такой мировой разрозненности в этом вопросе. При этом также технически нормативный подход для медицинского ПО проходит стадию изменений как в национальном, так и в международном уровнях. И клинические испытания для медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом – это не только врачи, требуется достаточно широкий штат квалифицированных специалистов, включая экспертов, IT-специалистов, научных сотрудников, те, кто разбираются в медицинской статистике, и административный персонал. Собственно, на данном слайде представлено значение технических и клинических испытаний. Сутью клинических испытаний является проведение собственно испытаний, проводимых для оценки эффективности и безопасности, представляемого для исследования медицинского ПО. Клинические испытания на данном этапе Российской Федерации включают в себя научную обоснованность и клиническую валидацию на подобранном под определенный вид представленный при испытании наборе данных. Научная обоснованность или, как ее в литературе еще называют, клиническая связь, клиническая корреляция представляет собой совокупность данных и научных доказательств о том, что выходные данные от, собственно, ПО с искусственным интеллектом точно соответствуют в оптической ситуации оказания медпомощи. И, соответственно, клиническая валидация – это измерение способности медицинского ПО с искусственным интеллектом выдавать клинически значимые выходные данные. И здесь примерами показателей являются оценка чувствительности, специфичности, точности и других в зависимости от вида и типа представляемой системы. Здесь тематически представлен предыдущий слайд для более визуального понимания, из чего состоят клинические испытания непосредственно. Это подготовка сначала программы, дизайна испытаний, затем проходит анализ и доказательства научной обоснованности, собственно, сами испытания на наборе данных, клиническая валидация, получение протокола по исходу клинических испытаний и передача двух протоколов после технических и клинических уже на экспертизу в регистрирующий орган. Если экспертиза пройдена положительно, то продукт, собственно, медицинское программное обеспечение может выходить на рынок. Здесь представлена обширная программа клинических испытаний, из чего она состоит, методика, и в целом понятие клиническая оценка, которое основано на международной и российской современной документации, из чего себя представляет. То есть на данном этапе аналитическая валидация относится больше к понятию технических испытаний для медицинского ПО, а клиническая связь с клинической валидацией, как я упоминала раньше, относится к клиническим испытаниям. Зарубежный опыт – это на примере опыта Соединенных Штатов Америки, это их руководство FDA, Food and Drug Administration, где, наоборот, показано, что эти этапы оценки определяют на медицинско-проверяющей организации, а, собственно, производитель, и представляют какие-то отчеты уже в регулирующий орган, собственно, о внутренней валидации, тестировании и всех проверках научной обоснованности. Кратко это называется 510-K Pre-Market Notification. Здесь представлены, согласно Национальным правым актам, перечень документов, которые должен предоставлять предоставлять производитель для проходения клинических испытаний, анализ документации, о котором я уже сказала, и проведение, собственно, клинической валидации – один из возможных вариантов. То есть здесь все зависит от рабочей группы, которая проводит, собственно, эти мероприятия по тестированию и определяет, как лучше проверить, собственно, на ПО с помощью набора данных. Принцип сбора данных для клинической валидации заключается в расчете соотношения нормы патологии, что обязательно должны использоваться данные из различных медорганизаций, соответствовать усредненным характеристикам популяции, где будет продаваться данное медицинское программное обеспечение с искусственным интеллектом. И обязательно размер набора данных должен быть обоснован в документации испытаний, следуя из указанных производителей, показателей как раз-таки точности, чувствительности, специфичности, возможно, других метрик тестируемого продукта. Здесь указаны дополнительные примеры оценимых показателей в рамках клинической валидации, то есть их, на самом деле, большое количество. Спасибо, коллеги, за внимание. Я на этом все. Да, спасибо. Спасибо большое, Виктория. Ну, если что, вопросы. Дарья тоже со мной тут рядом, готова ответить. Если мы тогда передаем слово. Первое, что приходит в голову, и то, что вот сейчас мы тоже наблюдаем, то, что, допустим, все строят именно систему принятия врачебных, систему поддержки принятия врачебных решений. Почему? Потому что сейчас ИИ не может заменить врача, да? И, соответственно, тут, наверное, несколько вопросов схожих. То есть, во-первых, как вы видите это будущее? То есть, возможно ли, да, что в какой-то момент ИИ заменит врача так, что это и юридически случится, да? И чтобы это случилось, я так понимаю, тоже эти правовые акты нужны. И определенная тоже программа и методика испытаний. И вот есть какая-то у вас вот инсайт на эту тему или догадки, или как вы видите мир в будущем, и как это может прийти к тому, чтобы все-таки сделать такую сертификацию, где, грубо говоря, как автопилот, то есть реально без человека можно засчитать, чтобы машина ехала, да, и, соответственно, помпа инсулинчику качала инсулин и так далее. То есть что для этого нужно? Спасибо вам. На самом деле такой философский вопрос, и это вопрос не ближайшего будущего, как мне кажется, работая тесно в этой сфере. То есть сейчас настолько такие продукты, грубо говоря, зависящие от мнения врача, что, наверное, на 100% положиться на них нельзя. И в любом случае здесь играет вопрос, этический даже момент какой-то, что хорошо, что в некоторых моментах отсутствует человеческий фактор, но в итоге в общей, наверное, сумме хорошо, если он присутствует. Не всегда машина может заменить человека, особенно в какой-то такой двоякой ситуации, с учетом того, что уже говорила, показатели точности чувствительности на данный момент в ПО не составляют 100%. То есть, конечно, и у врача, наверное, они не составляют. Но, мне кажется, доверие на 100% от пользователей, тех же пациентов, к подобному программному обеспечению с искусственным интеллектом еще к нам не пришло в сознание. Поэтому, мне кажется, в ближайшие, наверное, 5-10 лет этого не произойдет. Но при этом у нас в России и за рубежом разрабатываются кодексы об китетических нормах, если так можно сказать, где подробно представляются взаимодействия с подобными программными продуктами и как с ними надо работать. Но единого мнения, как я понимаю, до сих пор медицинское сообщество не выработало по этому вопросу. Да, и Виктория, прошу прощения, у меня еще коллеги просят, чтобы вы выключили презентацию, чтобы вас было лучше видно всем. Да, извините. Сейчас попробую. Да, спасибо огромное. И еще кто-то комментарий еще оставляет, что жаль, что очень мало клинических учреждений, которые имеют опыт проведения клинических испытаний с ПО с применением ИИ. То есть на данный момент, я так понимаю, их недостаточно, да? Не очень много. Ну, во-первых, да, недостаточно. Во-вторых, нет методологической базы, как таковой. То есть на базе нашего центра сейчас только разрабатывается стандарт по проведению подобных клинических и технических испытаний совместно. Вот как Дарья рассказывала с большим количеством экспертов, только 0.1, собственно, занимающихся искусственным интеллектом. Это такой непростой вопрос. Затем эту методику единую надо, наверное, внедрить во все системы медицинской организации и далее уже ее применять. То есть, возможно, не для всех медорганизаций сейчас доступно. И, как я уже говорила, нужен большой штат персонала, который сможет действительно квалифицированно оценить работу данного, так сказать, продукта. Вот в этом, наверное, сейчас вся заминка. Ну, это тоже, на мой взгляд. Еще мне сразу в голову приходит, что вот что только люди не придумывают с искусственным интеллектом. То есть даже если взять, там, допустим, какие-нибудь часы типа Apple Watch, они же уже и сахар умеют, не инвазивно практически мере, да, и кислород в крови, и пульс. То есть, что вам приходится тоже как-то исхитряться, наверное, чтобы документы создавать в таком формате, чтобы это подходило под новые-новые аппетиты искусственного интеллекта, которые что только сейчас не придумывают. Да, вы правы, это одна из проблем того, что мы должны соответствовать текущим нормативным правовым актам, смотреть в будущее, видеть, что делают наши зарубежные коллеги. То есть это далеко не просто работать с подобной документацией, чтобы она действительно была полезна для, наверное, в первую очередь, производителей и организаций, которые тестируют этих производителей, чтобы документы не положили на полк, подействительно брали и читали его. Угу. Мне ещё новым приходят ситуации, не знаю, насколько там вы этим увлекаетесь, вот есть ситуация с электросамокатами, да, электротранспортом, сейчас тоже никто не может придумать даже нормативно, куда его, пешеход, велосипед, автомобиль, мопед. И вот сейчас до сих пор правительство не может определиться, что это. И вот я вам сочувствую, что у вас тоже, наверное, что-то приносит. Спасибо, нам редко сочувствуют по этому вопросу. Просто хотят, чтобы мы сделали, и всё было хорошо, все-всё поняли, и всё заработало. Это потому, что вы не у нас работаете. Знаете, когда человек работает, у него начальник приходит и говорит, сделает работу. Дарья, я уже заинтересовалась вопросом. Пригласить сотрудничество под комитетом. Вот, Дарья мне тут подсказывает, действительно, правильные вещи. Хотел бы вас пригласить в сотрудничество под комитетом, коллеги, кому было бы это интересно, в качестве эксперта по работе или по экспертизе разрабатываемых стандартов. То есть было бы здорово, если бы вы приняли участие. А, ну, вы там как-то опишите координаты чего-куда и договоримся. Координаты. Почта была ПК-01. Давайте мы сейчас Дарья представим на нашем слайде. Это быстро закрыли, видимо. ПК-01. ПК-01, да. Кому интересно, коллеги, можно направлять живое общение каждый день проверяется, естественно, эта почта. И мы были очень рады экспертам, кто понимает сложность данного направления и заинтересован в его развитии. Дарья, есть вопросы? Да, может быть, у вас еще комментарии какие-то были? Да, я могу. У нас две Дарьи. Я тоже хотела задать, на самом деле, вопрос. Я хотела уточнить, есть ли какие-то глобальные инициативы, которые способствуют к появлению единых стандартов? Вот, знаете, тут сложно, потому что, на самом деле, объем стандартов международных и национальных, он колоссальный. И даже внутри одного технического комитета сложно те же термины. Например, у нас с последнего термин искусственный интеллект в пяти направлениях. У нас в техническом комитете не только здравоохранение, но также транспорт. Это Яндекс, вот эти беспилотники. У нас образование, у нас большие данные, и условно даже один термин искусственный интеллект мы все интерпретируем по-разному, потому что еще он у нас в России закреплен только в указе президента, и больше нигде. Если вы что-то говорите про глобальное, то также это международное сотрудничество, партнерство под комитеты ИСО и МЭК. И они уже существуют более ста лет. И Россия на протяжении долгого времени была полноправным членом. Сейчас, конечно, при развале Советского Союза Россия сдала позиции, но сейчас эта работа возрождается. И, соответственно, мы стараемся быть сильным игроком на международном уровне, потому что даже вот этот наш проект стандарта, но он заинтересовал очень многих. Корейцы нам писали личное обращение, они очень хотят в том числе тоже с нами работать. И, наверное, только так. Общая работа международная, она, наверное, и способствует чему-то общему. И чтобы было понимание вообще, куда мы движемся. Мы – это, собственно, весь мир. А есть какой-то лидер из стран, кто лучше всего проработал? Может быть, это очевидный вопрос? Как вы знаете, конечно же, понятно, что США является лидером, в принципе, если мы берем сейчас медицинское программное обеспечение. США, Китай достаточно сделал большой технологический прыжок. Евросоюз тоже разрабатывает свое нормативное техническое регулирование. Но нельзя сказать, что кто-то один лучше всех, потому что нет. Сейчас страны пытаются договориться и прийти к чему-то, ну, к консенсусу. Мела, спасибо большое. Владимир. Хочу уточнить, у тебя есть ли у тебя еще вопросы. Или, может быть, Дарья, если у вас есть, что добавить к вопросам, на которые отвечала Виктория. Вы знаете, к сожалению, я не слышала эти вопросы, потому что, извините, но мы с Викторией, в общем-то, работаем плотно, в том числе и по стандартизации по границам и испытаниям, поэтому у нас примерно единая мысль. Ну, да, наверное, на самом деле, у меня тоже, наверное, уже нет вопросов. Спасибо вам за интересную компанию. Да, спасибо вам огромное. Будем рады видеться. Спасибо, Дарья, спасибо, Дарья. Спасибо, до свидания.